Привет! Всем привет! Как дела? Как настроение? Сегодня утром я загрузила видео с лёгким завтраком. И что я хотела сказать этим видео? А то я хотела сказать с этим видео, что пока завтрак, обеда не будет и ужина тоже. И спасибо, что есть хотя бы завтрак, да? В общем, я стала задаваться вопросами, а почему же, когда так много информации и так много на просторах интернета и в том же Ютьюбе роликов о похудении, но количество полных людей, которых мы видим на улице или ещё где-то, растёт. Что-то тут не так очевидно, что-то невозможно вот так по мановению. Как бы человек осмыслил, понял, как правильно питаться, хопа, начал правильно питаться. После того, как всё понял, стал правильным. И как в фильме «Афоня», помните? Там главная героиня Катюша, которая работала в скорой помощи, сказала, что у них была девушка Рябинкина. Она не носила шапочку, врачам грубила на вызовы без шапочки. В общем-то, потом взяла себя в руки, образумилась, и я стала носить шапочку и даже писать в стенгазету статьи на актуальные темы про грипп и прочее. В общем, шапочка наша всё, как говорится. Ну, я задала вопрос на одном эзотерическом сайте по поводу своей души по аюрведе. У меня душа Капха. И те, кто давно занимается эзотерикой, сказали мне, что первонаперво, что я должна сделать, это ограничить себя в употреблении жидкости. Да-да, вы не ослышались. То есть, самой жидкости, которой в последнее время постоянно все говорят, надо употреблять 2-3 и даже больше литров жидкости в сутки, кроме того, что мы пьём чай, кофе, употребляем ещё какие-то жидкие продукты, жидкую пищу, в том числе и суп. Всё это не считать, надо употреблять отдельно чистую воду. И даже без газа, то есть, просто вода должна быть. 2-3 литра надо выпить. А те, кто посоветовали мне, наоборот, чуть ли не по праздникам только употреблять водичку, а слушай и сделай всё наоборот, они сказали, вот тебя и распирает, как говорится, от воды. Пей меньше воды, и будет тебе счастье. Дело в том, что я считаю, что в этом есть какое-то рациональное зерно. Мне дали ссылочку на видео, и я поделюсь с вами. В описании, обязательно будет на то видео, ссылка у меня под этим видео. И, в общем-то, там рекомендуют употреблять меньше воды. Да-да. И говорят, а вы пробовали подсчитать количество жидкости, которые вы употребили за день. Вы будете удивлены, но если начнёте подсчитывать, то это может выйти приличная цифра, как говорится. Объём там в 5 килограммов или 5 литров там жидкости. Это приличный вес, который мы таскаем. Понятно, что выделительная система работает и через дыхание, и через пототделение, и через поры кожи. Какое-то количество жидкости выделяется. Какое-то количество жидкости выделяется. Осмочу и скалом. И, в общем-то, что жидкость всё-таки, конечно, нам нужна. Но вот у меня лишний вес, да? И мне наоборот. Доктора выписали, кардиолог мне выписал мочекунную. Ну, пока отёки не сойдут. То есть, в принципе, меня рассматривают как отёчную. И эндокринолог тоже. Что я отёчная. Но эти мочегунные, скажу я вам, они какое-то время помогают, потом организм, наоборот, так крепко держит воду и не хочет её отдавать. А потом ещё и пить начинает просить, ещё больше. Ну, то есть, какой-то эффект такой нехороший обратный. И вроде бы там пытаются, читаешь в инструкции по диуретикам, что организм пытается защищаться, держать эту влогу. Но начинается такая борьба. То есть, я организм ввожу в стресс, а он пытается защититься. Так вот, мне сказали, поскольку твоя душа по эвервиде капха, то забудь про потребление, рекомендуемое всем на просторах интернета, в том числе потребление 2-3 литров жидкости. Тем более, даже может быть и литр, тебе многовато. Но я, как человек разумный, естественно, понимаю, что все процессы в нашем организме они происходят на основе жидкости. Но и в то же время я вижу, что у меня, в принципе, да, отечное лицо, тело все отечное, и руки у меня отечные. Мне не налазят кольца, которые налазили раньше, и не потому, что избыточный вес, а потому, что у меня иногда я даже согнуть-то не могу. Нормально кулак, потому что отеки на руках. Душа, капха, это земля, которая впитывает влагу и плохо ее отдает. Впитывает быстро, высыхает, медленно. Поэтому мне предполагается и поэтому мне предлагается уменьшить употребление жидкости в любом виде. Я считаю, что стоит прислушаться к этому совету. Тогда просто прекратить употребление мочегонных, которые мне прописаны докторами. Ну, там прописано до исчезновения отеков. Отеки у меня не исчезли, но мочегонные мне уже не помогают. Я думаю, что надо будет прислушаться все-таки, перестать употреблять те же овсяные хлопья, которые вызывают слизь. И я любила жидкие геркулесовые каши, не люблю сухие каши. Вот что интересно, да, получается, что я сухую гречку не люблю, а мне рекомендуется, поскольку мой организм склонен накапливать слизи и жидкости. А я наоборот люблю все такое жиденькое. Молочные каши я никогда не варила на жирном молоке, я всегда разбавляла пополам. Сначала варила на воде, а потом даже молочную рисовую кашу я варила на воде и потом слегка забеливала молоком. Когда уже рис был готов, уже разварился очень хорошо. Поэтому я не могу сказать, что я злоупотребляю молочными продуктами, тем более которые слизь вызывают. Тем более мороженое я практически не ем, но раз будет по обещанию булки, пряники, пироженки это тоже очень-очень редко. Тортики, выпечку любую, все это очень редко. Ну да, хлеб я употребляю, но я не могу сказать, что я употребляю много хлеба. Ну, мне сказали тогда так, вот смотри, значит, ты все-таки с жидкостью попробуй, поэкспериментируй, ограничь себя по возможности. Надо попробовать, надо прислушаться, 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 присмотрюсь, что из этого выйдет, а возможно и ничего не выйдет. Я сейчас не буду загадывать, время покажет, дорогие друзья. Всем, кому понравилось сегодняшнее видео, ставьте, пожалуйста, лайки, кто не подписан на мой канал, подписывайтесь, подписывайтесь. Мукбангов у меня не думаю, что у меня будут какие-то крутые мукбанги, но возможно со временем и появятся, кто его знает. Я не зарекаюсь. Поживем? увидим. А пока, 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 дорогие друзья. Мы с вами еще увидимся. До новых встреч, дорогие друзья. Пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok